Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО объединил школьников всей республики. В Чувашии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный 85-летию комплекса. В республике завершился зимний фестиваль ГТО, который собрал около 300 участников практически со всех муниципалитетов республики. Каждый человек должен знать свои способности. И, допустим, какая-то непредвиденная ситуация, чтобы страна была обеспечена спортивными людьми, и каждый, чтобы мог постоять за свою страну. Я пришел сюда, во-первых, для того, чтобы победить себя, потому что все равно соревнования такого уровня, я еще мало где участвовал. Так что хотя бы попробую на таком уровне. В победе не так уж сильно, а так для участия мы готовы всегда. Главное не победа, главное участие, да. В республиканском фестивале ГТО приняли участие школьники 3, 4 и 5 ступеней, то есть в возрасте от 11 до 17 лет. Кататься на лыжах они умеют, ведь на фестиваль приехали сильнейшие, победившие на предыдущих этапах. На лыжах я стою уже 4 года, и мне этот спорт очень сильно нравится. Трасса была не такая уж сложная, но быстро устала. Каждый из участников приехал на фестиваль комплекса ГТО «К труду и обороне» добровольно. Движение по пропаганде комплекса ГТО по республике приобретает все больше размах. И я думаю, что сегодня мы как бы лыжные гонки завершаем. Задача наша в этом году охватить всю обучающуюся молодежь, в том числе и школьники, и студенты. По итогам зимнего фестиваля будут выявлены сильнейшие спортивные дружины среди всех муниципалитетов. Причем результаты участников внесут во всероссийскую базу данных. А значит, первый шаг к получению значка ГТО ребята уже сделали. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.